Национальные пантеоны героев Национальные пантеоны героев Во время французской революции Когда старинный храм святой Женевьевы Был переделан в святилище новым героям Великим людям благодарная отчизна Написана над входом в парижский пантеон Где захоронены не только революционеры И их вдохновители Но и Александр Дюма и супруги Кюри В Советском Союзе была сложная система Формирования пантеона героев С одной стороны пионеры герои С другой отобранные властью Исторические персонажи От Александра Невского и Ивана Грозного До Кутузова В сегодняшнем мире даже деньги Могут символически фиксировать пантеон Изображенные на них герои Выражают национальные идеалы Свойственные народу и эпохе Если раньше на европейских банкнотах Изображали в основном политиков и военных То теперь деятели науки и искусства А на долларовых банкнотах Изображены герои Америки Отцы-основатели США Но гораздо чаще пантеоны героев Формируются не государством А с помощью народного голосования В Великобритании Телевизионный конкурс 100 величайших британцев Выиграл Винстон Черчилль Но в список Наравне с королевой Викторией И Шекспиром Вошли трое из Битлз И футболист Бекхам Они олицетворяют для англичан Их современную историю Существует ли общепризнанный Пантеон российских героев Кто составляет его ядро Только ли военные должны в него входить Как создаются Живут, меняются, исчезают И снова появляются Национальные пантеоны героев Об этом размышляют гости В студии программы «Тем временем» С удовольствием представляем Моих сегодняшних собеседников Александр Владимирович Кибовский Министр правительства Москвы Реководит Департамент культуры И его наследия Но в данном случае для нас Гораздо важнее Уж не обижайтесь, что военный историк Михаил Юрьевич Мехков Заместитель исполнительного директора По науке российского Военно-исторического общества Карен Георгиевич Шефназаров Режиссер, генеральный директор Мосвина Сергей Шергунов, писатель Николай Васильевич Злобин Политолог, историк, публицист Сергей Иванович Мироненко Директор Государственного архива Российской Федерации Ну, у меня вопрос такой Николай, может быть, вам Поскольку вы одновременный Российский историк И американский политологический деятель В современном мире Вообще такое понятие Как национальный пантеон актуально Помимо Голливуда Где-то это есть Какой-то отсеке национального Безусловно, это очень актуальная тема И, безусловно, есть Национальные пантеоны Практически, наверное, во всех странах Которые изучают собственную историю И мировую историю И более того, я скажу Наверное, это пантеоны Не один пантеон есть в каждом обществе А несколько списков Несколько групп людей Героев Которые считаются героями В национальной истории В Америке очень своеобразный Публичный национальный Пантеон героев Неофициальный Поскольку американская история Была очень своеобразной историей Связана очень сильно С индивидуальными качествами человека Там очень много, например, героев В общественном мнении Которые, наверное, в других странах Считались бы преступниками Вот Винчестер Так сказать Моя полиция А там Кольт Мой правозащитник И есть, конечно, пантеоны Сформированные государственные В том числе идеологии В Соединенных Штатах В учебниках Такие же легенды Которые существовали В Советском Союзе Они есть и в Соединенных Штатах Безусловно Немножко наивные Немножко смешные Как там Линкольн Почти повторяет Ленинские истории Скажу так Поэтому я считаю Что да Только что про Гувера сняли Да, про Гувера Это история Дзержинского Вполне себе Совершенно верно То есть на самом деле Очень сильно пересекается Официальные версии пантеонов На самом деле Я так предподозреваю Делаются по одним и тем же Лекалам Во всех странах мира Более-менее Соответствующей Идеологической системе Мировоззрения Этого общества Но Они никогда не становятся Популярными И даже для того Чтобы Линкольн Сделать популярным Сами вы знаете Что да Было сделано Очень много фильмов Серьезных о Линкольне Но самый большой хит Был когда Линкольн Стал вампиром Да, вот это был фильм Массовой Голливудии Это круто Это понятно Там же есть Мозолей Линкольн Да Безусловно Сохранился Они сохранили В штате Иллиной Сохранили кусок города Спрингфилл Иллиной Где жил Линкольн Но Я там был много раз И Большого количества туристов Не видел ни разу Честно говоря Вы там были много раз А подожди Я жил рядом Карен Ну в советское время Нравится нам это или не нравится Был Пантеон Вполне очевидный И он во многом совпадал С Массовым самоощущением И огромную роль Тут играло кино Да Перестал Этот принцип Работать Этот прием Киношной работы Кино вообще пошло В другом направлении Или просто Не предпринимаются усилия Ну я думаю Это связано с тем Что в советское время В общем Как говорится Власть знала Что хотела И строго говоря Была идеология Там можно к ней По-разному относиться Но она была Есть две группы героев Есть группы героев Которые созданы Самой жизнью Жуков есть Жуков И Рокоссовский С Рокоссовский И строго говоря Они в памяти народа И помимо Тех фильмов Так сказать И что это такое А есть конечно Герой Который Ну там Василий Иванович Чапаев Такой пример На самом деле Малоизвестный Кавалерийский командир Времен гражданской войны Который конечно Стал Абсолютным героем Благодаря таланту Бабочкина И таланту Братьев Васильевых И в советское время Это было конечно Очень важная часть Вообще Всего этого Пантеона советского Но надо понимать Что это В то время Как делалось Вызывали Говорили Надо сделать Понимаешь Сегодня такой задачи нет Среди тем Для фильмов Которые были отобраны Национальным фондом Кинематографа Там были персональные Фигуры Скобелев Кто-то еще Кто-то еще Такие биографические мифы Были так Ну где Где эти фильмы Ну во-первых Этого еще Насколько я знаю Ничего не сделано Потом я честно говоря Не очень понимаю Как это будет Дело все в том Что Современная Россия У нее такое Какое-то раздвоение Личности Если можно так выразиться Она одной ногой Стоит в красном Другой ногой Стоит в белом С одной стороны Все достижения Наши Достижения Советского периода Победа в войне Покорение космоса С другой стороны Мы все время Апеллируем К периоду У нас К полу-реставрации Как после Французской ревая Такая форма Реставрации Апеллируем Николая Второй Романова Вообще По большому счету Это полная каша Идеологическая Это очень трудно Я знаю одного режиссера Который все-таки Снимал про Николая Романова Сегодня я не знаю Вот как Скобелева делать Вот что из этого сделать Вот какая установка будет А само по себе На самом деле Без установки Это на мой взгляд Довольно наивно Думать Что можно Создать этих героев Сергей Владимирович Ну вы знаете То что сказал Господин Шахназаров Мне очень близко Конечно Мы живем в обществе С расколотым сознанием Напомню Что Есть Такое Уже затасканное Представление О том Что Россия Страна С непредсказуемым Прошлым Да Сегодня У нас Павлик Морозов Герой А завтра Он жертва Послезавтра У нас Николай Второй Герой Которым Мне только Кажется Снимал Мои выписи Ну я не знаю Да Для меня Например Мало похож на героя Замечательный По своим качествам Человеческим Человек Но оказавшийся Не в свое время Не на своем месте Да И кто снимет С него ответственность За всю Историю России В конце 19 Начала 20 века И поэтому Не решаемый Хотите Хотите заказа Заказ есть Но как его Осуществить Кстати Не совсем верно Что не снимается Фильм о Колчаке А Герой вроде бы Как бы На все времена И Показавший себя И как Исследователь И как Прекрасный Моряк И как Храбрый офицер Командир Черноморского флота Благородный Се обвесший До конца Ну Это Я думаю Что вряд ли Можно По Заказу Это должно быть Веление сердца У каждого Мне кажется Что Такой принципиальной Раздвоенности Все же нет Может быть Вот моими глазами Это так воспринимается Но Есть определенные Базовые Представления И об истории Страны И об истории Культуры Которая переживала Да Трагические И страшные моменты Лично у меня Вот у меня В сердце И у меня В черепной коробке Россия Объемной Большой культуры Не хочется Произносить банальности Но тем не менее Все эти громкие Имена Известны И понятны Россия Где Культура Сберегалась Сохранялась Несмотря на Страшный Трагический Излом И Та страна В которую Пристально Вглядывался Иван Бунин Из своей Миграции Вот эта страна Она может Сохраняться И в дальнейшем И поэтому Я считаю Что не герои Гражданской войны Которые должны Быть похоронены И приняты Во всей их Противоречивости Но те герои Которые способны Объединять Это и герои Российской империи И сражений И тот же Скобелев И тот же Суворов Это герои Великой Отечественной Войны Потому что Бесконечное Толкование О том Что Гастел Значит Совершил Нечто нелепое Извольная Космодемьянская Пироманка Отсылают К дальнейшим Хохмам Мне хочется повторять Всех этих хохм Которые мы слышали Есть базовые герои И я не побоюсь Здесь простого слова Миф Он должен быть Он должен существовать В хорошем значении Это должны быть Представления О тех Доблестных Исторических Персонажах Которые проявляли Подвиги И совершали Мужественные Поступки Вопреки всему Ради Не конкретной Власти Не конкретного Режима А ради Отечества И в этом плане Опера Жизнь за царя Переименованная В Иван Сусайен Все равно Сохранила Соль Под названием За отечество И тут И двуглавый орел И пятиконечные звезды Так или иначе Срастаются Но Более умное Тонкое восприятие Конечно же Никуда не денется Коренное слово Которое вы Наверное Здесь Не досказали Это преемственность То есть преемственность Поколения И преемственность В том числе Наших национальных героев Я согласен с тем Что есть какое-то Наверное Ядро Вот этого пантеона Которое формируется Издревле То есть Самых Основ Образования Нашего государства Но тут Надо посмотреть Все-таки На наш Национальный архетип Как формировался Как формировалось государство Чем жили люди Если Испокон века Основным Занятием Наших Воинов Было отражение Агрессии В той или иной степени И значит Архетип Культурный архетип Который Так или иначе Формирует Наше сознание Это Человек-воин Именно на него Прежде всего Обращали внимание На него равнялись А говоря о героях В таком Самом широком смысле Ведь они необходимы Есть в 30-е годы Чкалов Потом это Жуков Рокоссовский Это В известной мере В 30-е годы Это был Стаханов И Павлик Морозов Я про то и говорю Что есть Какой-то Пантеон Есть ядро Этого пантеона Которое никуда Не денется Которое формируется Изначально Которое прошло А Павлик Мороз Там останется В том-то и дело Что он конечно Не останется То есть В том-то и дело Что он как-то Ушел вместе С Астахановым Но сейчас Появляются Новые герои В 90-е годы Мы видим с вами Колчак Иногда даже Пытаются занять Место такие Анти по сути дела Герои Это генерал Гласов Которые одно время Усиленно его Популяризировали И в средствах Массы информации Говорили что Не такой он и плохой И так далее И так далее То есть Есть пантеон героев Как и в Древней Греции Как боги Как герои В Древней Греции Которые Формируются Общественным сознанием Государство В равной мере Здесь может и помочь И либо помешать Если говорить Все-таки о нашей стране То конечно же Жертвенность Поскольку это всегда Оборона Родины Она стоит во главе угла Это воитель Воитель за Родину И конечно же Время Которое должно пройтись Чтобы этот герой Действительно получил Получил знак того Что он на все времена Такие как Кутузов Такие как Суворов Такие как Очевидно Жуков Такие как Борис Годунов Но здесь я вот Немножко осёкся Говоря о Иване Грозном О Борисе Годунове Я сразу Рискую Навлечь на себя Скажем так Критику Какие же они герои Ну здесь я в широком плане Говорю То есть герои Которые так или иначе Стали символами Символами в том числе Нашей национальной идентичности У меня будет к вам вопрос По поводу разделения героев И символов Александр Ну дело в том Что одна из ключевых проблем На мой взгляд Именно нашего отечественного пантеона Вернее его Как бы формирование Изменение Это очень буйный радикализм Потому что У нас либо это герой Либо это сразу антигерой И никакого так сказать Компромисса Почти никогда не бывает В этом отношении У американцев Как-то у них Попроще Допустим Ну мы знаем Что трагическая Совершенно была история Война севера с югом Оставившая В общем до сих пор Рубец в американской истории Но там даже Програвшая сторона Там генерал Ли Это герой Хоть он и командовал южанами И в итоге потерпел В итоге поражение Но он тем не менее Там у них в пантеоне героев Находится Как это ни парадоксально Для нас Мы сейчас упоминали Имя Колчака Но я вам придумал Простой пример В 2008 году Федор Конюхов На свои средства Изготовил И установил Мраморную доску В честь Колчака Не как верховного правителя Или фалтоводца А как выдающегося Исследователя Географа Двух дней не простояла доска Доска расколотила Расколотили ее Неизвестные люди Нет готовности Принять Человека Даже за его заслуги Которые выходят За рамки того Что условно говоря Где ты его видишь Допустим Когда ты не согласен С его позицией Отсюда как раз Большая проблема Связана именно С белыми генералами Как бы С одной стороны Очень много Сделавшими для России До 1917 года И занявшие позиции Которые некоторых До сих пор не устраивают Но тут мифы Формируют конечно Это же надо понять Когда мы говорим о том Что очень правильно Было сказано Что есть некий микс Из героев Как бы героев Российской империи Советских героев Но ведь этот микс Появился не в 90-х годах В общем-то Первые шаги к этому Были сделаны В годы Великой Отечественной войны Ну вот Например Был такой плакат Агитационный Бьемся ему здорово Колем отчаянно Внуки Суворова Дети Чапаева Хотя как вы понимаете Об этом здесь говорилось Уровень фигур Не только с точки Полководческой Но и с точки зрения В общем-то Просто исторической Совершенно несоизмеримой Но тем не менее Внуки Суворова И дети Чапаева Это вот это Вот именно в таком контексте Мы до 90-х годов и дошли А дальше к этому Еще добавились Еще новые родственные связи Тем более что Как быть в этой ситуации Допустим Ведь есть же Восприятие одного и того же человека Совершенно радикальные Меняющиеся на ходу Например Допустим Если для советской историографии Генерал Брусилов Был героем И в данном случае Это можно Даже не обсуждать С точки зрения Брусиловского прорыва То допустим Для русской военной миграции В силу того Что он остался Здесь И опять-таки В силу Опять же не обсуждаем Истинной Прорывающей Но Совершенно касается Мифологема Стал красным Оказался сразу Антигерой Слава Богу Хотя бы сегодня Хотя бы накануне Юбилея Первой мировой войны В общем-то Слава Богу Есть общее понимание Что все-таки Этот человек заслуживает Героев Первой мировой войны Такой как Генерал Юденич Считался Суворовым Первой мировой войны Не проиграл Ни одного сражения На Кавказе Чербачев Селевачев Сахар Которые героически Самоотверженно Воевали в годы Первой мировой войны Но они просто исчезли Из массово Исторического сознания Они были перекрыты Гражданской войной Потом Великой Отечественной войной Казарин вам отвечает Сделайте Определитесь Сделайте заказ И большое искусство Умейшее работать С массовым сознанием Вам обеспечат Ведь Пушкин делал Пушкину никто Наверное не давал заказ Когда писал Бориса Годунова Но он сделал так Что мы представляем Пушкин рассчитывал Государев за это помилует Вот не понимаю До сих пор Не могу понять почему Но точно Что внутри себя Я просто Отслышал эту дискуссию Вот самый простой Очевидный Правильный вариант Да, военные герои Есть у каждой страны А вот как быть С героями Которые не связаны С военными победами Ведь кто продвигал страну Кто развивал страну Как они ее развивали Кто Американские герои В основном не генералы Ли, да Действительно Южане Там, да Похоронены На тех же кладбищах Что и северяне И памятники Стоят одни и те же Героям Гражданской войны В США Неважно на какой стране Ты сражался А вот те герои Которые развивали страну Понимаете И вот советская И в российской империи Ладно А в советское время Таких героев Вообще уже не осталось Потому что Каждое новое Политическое поколение Сметало предыдущих героев И пыталось Сделать своих Есть у России Пантеон героев Которые двигали Эту страну вперед И которые остались В истории Позитивно Ну назовите Я ставлю этот вопрос На самом деле Гагарин Сам очевидно От Солковского Вавилов Учет Солковского Начнутся религиозные Исторические споры Гагарин Единственный Из советских Невоенных Фильм снял Даже если Фильм не было По поводу Гагарина Споров Можно разбиться На категории Можно говорить Об ученых Можно говорить О спортсменах Я кстати Говоря о российской истории Приведу еще один Например Все-таки Страна многонациональная Это не должны быть герои Абстрактной Безнациональности Особенно в стране Глубоко религиозной Глубоко Многонациональной С разными культурами Но это будет Серьезная противоречка Сергей Владимирович Потом Сергей Потом Карен Прошу Вы знаете Очень много Умных И хороших мыслей Высказано Но это не имеет Отношения К реальной жизни В советское время Я совершенно Согласен С господином Шахназаровым Государство Устанавливало Наш пантеон Государство И оно Никого не спрашивало Оно не спрашивало Ни историков Да И Покровский Говорил Политика Это История Это политика Прокинутая В прошлое И поэтому Нам так трудно Сейчас выбирать героев Я Не против того Чтобы были Национальные герои Я против лжи Чтобы национальные герои Были основаны На лжи Вот это С моей точки зрения В общем И аморально И бесполезно Потому что Вот Павлик Морозов Говорили Ну бедный мальчик Да Из него сделали Идол Да И если Говорить О том Как формируется Этот национальный Пантеон Он формируется Все-таки Общественном сознании Он Государство Безусловно Играет В этом роль Но главное Это общественное сознание Если говорить О национальном Пантеоне То Вот Почему-то у нас Выбрасывают Александра Второго Хотя Этот император Сделал Столько Для того Чтобы Россия Двинулась Вперед Национальный Пантеон Должен Создаваться Национальным Согласием Если Государство Не будет Навязывать Каких-то Своих Да Сиюминутных Интересов Это будет Нормально Если Искать Ложь Или Дефект То они Неизбежно Обнаружатся И понятно Что в истории Всегда есть Колоссальное Количество Затемнений И Противоречивых Толкований Помянутый Здесь Брусилов Требует Несколько Сносок Потому что Как известно После его смерти Он какое-то Время Не переиздавался Потому что Был второй Том Мемуаров Как раз Антисоветского Толка И по поводу Каждого Здесь Помянутого Всякий раз Есть что Сказать И можно Эти сноски Ставить до Бесконечности Именно поэтому Мне кажется Что все-таки Базовые герои Принципиально важны Можно сомневаться В той или иной Роли Дмитрия Донскова Но сомневаться В том Что Колоссальное Государство Было создано Имело колоссальные Достижения И победы Не приходится И В этой связи В общем Можно например Обратиться К Ермаку Тимофеевичу Ну кто он был Разбойник Бандит Как он Звоевывал Сибирь Типичный Американский Герой Отступая От царской армии Которая Наступала На пятки Ему Его ватаги Но в итоге Он сослужил Славную службу Своему отечеству И в итоге Большую благодарность Ему высказывал Царь-батюшка Это все Прекрасно И хорошо Но самое главное Это те достижения Которые есть И на этот вопрос А кем кроме Военачальников Гордиться Конечно же Есть ответ Поскольку существует Колоссальная плеяда Не только Деятели искусства Но разумеется И тех Кто совершал Научные открытия Тех кто Двигал страну дальше Просто наши разработки Зачастую Оказывались В руках Зарубежных коллег Но так или иначе То, что страна Дала колоссальное количество Открывателей Опять-таки Такой принцип Pioneer Это безусловно О них нужно говорить И очень щедро Дарила их Другим Да Но я бы хотел сказать О другом Немножко Выталкивались Из этой страны Я бы хотел Сказать о ценностях Потому что героика В первую очередь Это все-таки Представление О должном Или просто О нормальном Ведь в наше время Очень важно Не скатываться К искусственности К навязыванию Каких-то Совершенно Не принимаемых Обществом И вообще Искренними людьми Шаблонов Важно Увидеть тех Кому А захочется Подражать И Б В ком Узнаешь себя Геройкой В данном случае Может оказаться Небольшое Но достойное Личное Дело Это может быть И учитель И врач Который Несмотря на Те жалкие копейки Которые он получает Все равно Делает свое дело Вопреки всем обстоятельствам И Здесь И то же кино Могло бы прийти Как мне кажется Навстречу Герой С ценностями Ну От капитанской дочки До двух капитанов Каверина И кстати Это вопрос О дефиците Юношеской литературы Сегодня И конечно Это тоже Вот кроме малых дел Финально Что я заметил Это герой В экстремальных ситуациях Которые есть сегодня Власть предлагает героев Вот вы власть 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 формирует А другой вопрос Что народ Может принять А может не принять И вот здесь Вот вопрос Сергея Я согласен С Сергеем Александром Второй Ну вот Я абсолютно убежден Что никогда его народ не примет Вот Не примет его Как бы его не это Я бы Кого бы я Предложил Вот здесь Это правильный вопрос Я бы Вот Я кстати понимаю Почему у нас Военные герои В отличие от Америка не воевала Слушай Коля Нет я понимаю Америка не воевала Какие у нее вообще У Америки военные герои Откуда они У Америки военные герои Герои которые не воевали Не допустили войны Становятся в Америке герои У них и не Где они воевали Воевали кстати Крайне неудачно Давай всерьез На самом деле Американцы воевали Крайне неудачно Но, я считаю, вот правильный вопрос, у нас очень мало героев, связанных ученых, инженеров. Вот, причем опять, я должен сказать, что бы ни говорили. Потому что в реальной истории они есть. В реальной истории они есть, более того, в советское время этим занимались. Делался фильм, вызывался, ну я же знаю, как это было. Вызывался, надо, сделал фильм Циолковский, Савва Кулеш, надо, сделал фильм Савва Яковлевич, надо, сделал фильм, Савва снимал хороший фильм, надо, сделал фильм Мичурин. Надо сделать фильм, так сказать, про Попова, изобретателя, я не знаю, радио. Это тоже этим занимались. У нас сейчас средства массовой информации позволяют доносить до людей какие-то действия, деяния каких-то людей, буквально в реальном времени. Вот здесь, мне кажется, существует опасность, то, что реальными людьми для подражания, для молодого поколения, в том числе, будут уже не герои, а кумиры. Вот кто-то что-то совершил, кто-то прыгнул, кто-то проехал там быстрее всех или там что-то сделал такое, что поразило публику, аудиторию. Здесь роль и функция государства, мне кажется, тоже очень важна. Мы не можем государство просто-напросто выбросить вот из этого процесса, скажем так, формирование вот этого национального пантеона героев. Иначе, иначе, как мне представляется, место их займут приходящие кумиры, которые на самом деле ничего не значат для самоидентичности, национальности, для понимания, в каком государстве ты живешь, для твоей исторической памяти. И мы просто-напросто тем самым будем терять поколение. Я передрисую тогда вопрос, который задал Сергей Владимирович. А есть ли у государства сегодня хоть какое-то представление о том, на что делаются ставки? Или сознание раздвоенное, это нельзя совместить? Хороший вопрос. Действительно, мне кажется, главное то, что вот сейчас есть у государства понимание, да, то, что необходимо действительно обеспечить вот эту преемственность. То есть линию нашей истории, чтобы она не была прерываема. То есть страна, то есть проекты были у страны разные. Мы знаем, что эти проекты строили в древности, что это в новейшее время, но страна, по сути дела, была одна. И вот если тот герой, который был в древнее время, он прошел испытание времени, испытание всеми этими проектами, а в конце концов и сегодня в народной памяти он составляет ядро вот этой национальной идентичности, пантеона героя, значит, нам что-то удалось сделать, да, и государство должно именно на это работать. То есть не предлагать героев, ложных тем более героев, как это было, но, по крайней мере, сохранить вот эту преемственность. И что возможно, вот как раз Сергей Владимирович, он занимается сейчас выставкой, посвященной Первой мировой войне. Вот, по сути дела, ну, это и общественный заказ, и государственный заказ. Мне не очень нравится идея опять писать историю страны, как историю государства. Вот государственных героев не надо. Государство все время проваливалось в выборе героев. Все время, вот посмотрите на историю советского, российского государства, не те герои выбирают государство, во-первых. А во-вторых, если брать государство как критерий, ну, например, революционеры, тогда будут антигероями всегда. Они будут народными героями и антигосударственными, антиконституционными героями. Мы опять попадаем вот в эту вот двоякость. Все-таки я большой противник того, чтобы давать чиновникам право, так сказать, выбирать и предлагать общественное мнение своих героев. Они, наверное, должны интеллектуальное сообщество каким-то образом, в том числе связанное с государством, извлекать из исторической памяти то, что, наверное, может быть каким-то героическим символом. Я бы здесь, кстати говоря, с тобой здесь немножко не согласен по поводу царей. И тоже вот еще одна беда российской истории. Это все от царя к царю, от генсека к генсеку. Бывают хорошие цари, бывают плохие цари, но хороший царь – это не герой. Ну, хороший царь хорошо работал царем. Вот когда ты, вот да, Ермак в этом смысле, у него не был, нет перестативного ресурса. То есть учителя, который хорошо работал, можно в Пантеоне. Можно, у него не было. А царя, который хорошо работал царем, нельзя. Он не герой в этом смысле, он не преодолел. Ну, как Петр Первый герой. Ну, с Петром можно подумать, да. Как не герой? А Екатерина, давайте Екатерина, пожалуйста. Вот Ермак или Пугачев, например, для государства Пугачев главный преступник. Вот главная фраза звучала от нас, Игорь Иванович. Только, Александр Ильич, не забывайте, что военный историк, а не министр. Вот данную минуту. Я об этом и говорю, о том, что если это отдается на самотеку, у нас есть такой внутренний пантеон у народа, который, в общем-то, никогда официальным быть не может. У нас есть два героя на все времена. Это Стенька Разин и Емельян Пугачев. Понимаете, это очень, на самом деле, интересная такая тенденция, что меняются года, меняется, так сказать, советская система, Российская империя, Российская рефедерация. Но эти два имени, они все равно в народе являются героизированными. Конечно, это тоже Микландин. Это глубоко сомневаюсь, что кто-то сейчас из молодого поколения знает, кто такой Стенька Разин, тем более Емельян Пугачев. Достаточно песни про то, что как забор бросает. Вы знаете, я хочу сказать, что преподавание истории у нас чудовищное. И это дело не в том, что у нас нет единого учебника. Это глубокое заблуждение. Я, например, как раз против единого учебника. Я за, может быть, модельный учебник. Пусть государство создаст учебник, как оно себе представляет историю. Но пусть оно не запрещает людям создавать другие учебники. Понимаете? Это ведь великая вещь, когда есть альтернатива. А мы привыкли жить, знаете. Назначили нам героев. И мы молимся. И слава Богу, это патернализм. Это беда нашего общества. Сергей Владимирович, но тем не менее, государство сейчас как раз об этом и говорит. Это действительно модель, в рамках которой будут готовиться различные варианты учебника в том числе. Меня сложно заподозрить в лоялизме или сервилизме. Но у меня совершенно очевидно, что для представления героики в современном обществе нужны, как мне кажется, три составляющих. Во-первых, это действительно вот такие народные настроения и, может быть, архетипические представления, которые нельзя не учитывать. Во-вторых, это мнение просвещенной, образованной части общества. Сергей, можно я спрямую? Простите, простите. Я уже не первый раз, а от вас я слышу, архетипические представления. Они откуда берутся? Они от Бога даны? Или они в какой-то момент истории сформировались и, значит, в какой-то момент и погашутся? Даже солнце погасит. Я понял ваш вопрос. Это модель поведения. Это схема. Я думаю, что они берутся из рассказов, которые люди слышат дома, из колыбельных, из сказок, из того, что было услышано в советское время, из того, что от прабабушки пришло во время дореволюционное. Простите, Сергей, я вас услышал. Тогда я задаю просто добавочный вопрос. Значит, если рассказывать другие сказки и петь другие колыбельные, это может меняться? Надеюсь, что другие все-таки изучать не будут. Я все-таки доформулирую. Во многом эти представления, конечно, носят здраво-консервативный характер. Где-то в этих представлениях, безусловно, присутствуют бунтари и смутьяны. И умное государство должно работать со всеми этими представлениями и не объявлять заведомо антигероями, в том числе и этих бунтарей, а говорить о том, что да, лилась кровь, да, присутствовала несправедливость, да, присутствовала стихийная жажда справедливости, и возникали разного рода исторические эксцессы. Но, конечно же, третьей составляющей после вот этого народного сознания, после группы людей, которые обладают историческими знаниями, это государство. Не пресловутые чинуши, а просто те, кто имеет рычаги, чтобы так или иначе формировать, например, фильмы, да, чтобы... И, кстати говоря, наше государство, которое, конечно же, весьма далеко от идеалов, тем не менее, на мой взгляд, далеко еще и от идеологичности. Его сложно упрекнуть в том, что оно, например, проповедует исключительно красную парадигму толкования истории. Мне кажется, сегодня так или иначе присутствует определенный общественный консенсус, который сводится к названному вами слову «преемственность». Да страшно, да трагично, да черные дыры, да провалы, но, тем не менее, непрерывная история страны с трагическими поворотами судьбы людей в разных сферах жизни. И вот это понимание и с учетом всех глубоких и сложных познаний, и с учетом имеющихся у государства рычагов, и с пониманием вот этой метущейся, вот, бунта к консерватизму души народной, и приводит нас к тому, чем же должен быть этот базовый пантеон героев в уважающей себя стране. Мне кажется, то, что пантеон у нас во многом и живой. Я вот, мы говорили о ядре, но в целом, да, на протяжении веков меняется, это, наверное, хорошо. Это, наверное, хорошо, то, что он меняется, это характеризует не только этот пантеон, но и нас самих. То, что мы творческие люди, мы можем на каком-то этапе отказаться от того, что действительно не входит в нашу историческую память, идентичность, а предложить то, что действительно является важным, нужным, ну, наверное, актуальным на какой-то период. На самом деле, действительно, пантеон героев определяет государство. Нравится нам это или не нравится? Если вы хотите иметь государство, должны понимать, что это государство должно сформировать А. Героев и Б. Историю. И Б. Историю. Это правильно. И вы не можете с этим ничего и поделать. То есть ты хочешь сказать, что это результат? Кстати, это такова. Иначе не будет государство. Так, нету истории героев, нету государства. Кстати, простите, Сергей, я только добавлю. Ты очень важную и интересную вещь сказал по поводу национальных, да, вот этих. Я очень, я был поражен в Мексике. Ты знаешь, что они убрали Кортеса из школьной программы? Его вообще нету. Кортеса в Мексике нету. Я сказал, ребята, а как, это один из основных, кто создал Мексику? Говорят, но он мешает нам сегодня, потому что 80% населения Мексики – это потомки индейцев, 20% – креолы. Значит, для того, чтобы не возникали, они просто убрали. Да, его изучают там в частном порядке, там в университетах, историки, а в школе Кортеса нету. И все, не устоялось. Ваш пример только опровергает ваш тезис о необходимости установления национального пантеона, да, или просто национальной истории государством. Если можно таким образом выкинуть Кортеса из истории Мексики, ну, это просто нонсенс. Оказывается, можно. Да, я тоже считаю, что… А с другой стороны, взглянув на этот вопрос, по-другому я подумал, а что для них важнее – сохранение мира сегодня или война, которая, в принципе, может начаться? Действительно, так сказать, индейское самосознание в Латинской Америке, сегодня мы это видим. Чавес, Моралес, оно… Это некий реванш начинается. Они решили это таким образом. Это спор нас далеко уведет. Я хочу предложить вам совершенно бесспорных героев, не понимаю, почему, Саша, ты молчишь, да? Это война 12-го года. Пожалуйста, да, Багратион, Кутузов, Барклай-де-Толли, Барклай-де-Толли, Неверовский, все братья Тушковы, да, Раевский, там, да, Ермолов. Продолжать, продолжать и продолжать. Барклай-де-Толли, кстати, Аборс, его… Да. Так это есть пантеон, по вашему счету, так это и замысленно было, Воронихиным. В общем, вот яркий пример того, что и государство, и общество, в этом едины, никто не сомневается, надеюсь. Барклай-де-Толли, он Толстым фактически был, ну, сведен на вторые роли. Ну, мягко. Возвращен к Кутузову, Барклай-де-Толли, он вообще… Лев Николаевич Толстым задержался прошлом, как напишем, так и был. Но тем не менее, тем не менее, Барклай, в нашем сознании, он… Атаман Платов, вот, который герой стал… Значит, сейчас все уверены, и после Лескова, тем более, что у него были пышные усы, это… Барклай-де-Толли, Платов почти, у него невероятные очень… Они не росли, и он думает, что Кутузов был одногласен. С трудом вытращивают небольшие усики, но люди уверены. Это уже просто… Это растут в редкий пример, когда сознание общественное, такое национальное, там, архетипическое, как я здесь говорила, совпало с государственным. И это, конечно, редчайший такой пример, и я считаю, что как раз вот это совершенно правильная, абсолютно концепция, когда это возможно. Все-таки это возможно. Это возможно. Вот опять в ситуациях, когда внешний враг есть. На самом деле, герои не должны быть идеальными. Понимаете, он может сделать и ошибки, он может иметь, так сказать, негативные какие-то стороны своей там личной личности. Он не должен быть вот картинкой, идеальной, лаковой картинкой, как это были в советские времена. Он, если герой, то это герой такой, да, действительно, ни один миском-портком не подкопаешься. Почему в русский национальный пантеон должны входить только полководцы? Полководцы, несомненно, я заранее согласен, конечно. Но почему только полководцы? Где ученые? Я-то лично… Где музыканты? А кто сказал что-то? А почему, где они? Вот почему мы… Это во всех пантеонах так. Везде полководцы. Я что-то это колоссальная проблема. Если полностью соглашусь делать, слушаю, как это не про такс, действительно, строить и лечить, это гораздо труднее, чем взрывать и убивать, понимаете. Но тем не менее, во всех, так сказать, национальных пантеонах, в первую очередь, идут, к сожалению, это так уже с древности пошло, рыцарь и так далее. Хотя, опять-таки, мы обсуждаем тему пантеонов, у нас видно огромное количество подлинных, если уж даже говорить по исторических персонажах, наших отечественных подвижников, воспеваемых русской церквью, которые, в общем, заслужили уже самим своим фактом. Абсолютно. Это часть нашего этого национального... Пушкин – бог. Это один. Есть гемонология, есть герои, есть мифы, а есть бои-боги. Они мифически практически. Хотелось бы добавить, вот когда, наверное, религиозная жизнь, да, вот входит в формирование вот этого пантеона, появляются и простые люди. К сожалению, сейчас многое забывается, да, вот какие-то подвиги, которые совершались в Великой Отечественной войне, теми же сами 28-ми панфилов, да, не было этого. Да, да, вот их не 28 было, 128. Это как раз про другое. Я думаю, вот здесь, прости, вот Сергей очень важную вещь сказал, мне кажется, о которой, вот герои – это все равно миф. Это все равно миф, в них надо верить. И массы, что, как большевики советской власти говорят, массы, они всегда будут верить в миф. Они будут верить в гладиатора, который на киноэкране, чем гладиатора. Но здесь весь вопрос, чтобы историки при этом, вот та история, которая изучает правду, чтобы ее не превратили в мифологию. Вот это должно быть параллельно. Я не против этих мифов, потому что, естественно, большая часть, они не будут читать эти исторические книжки, им это не нужно. Но нам и нации это нужно, чтобы была и правда вот эта. И вот эта правда должна быть правдой. Что касается вот правды и неправды, мне кажется, что, когда мы говорим о героике, то, конечно, неизбежно высвечиваются, в первую очередь, те достижения и те качества, которым хотелось бы либо подражать, либо которыми хотелось бы восхищаться. Но сложность человека, в том числе его личного пути, потому что всякий человек сложен, это, конечно... Вообще вы, Сергей Заветович, показываете. Потому что я солидаризируюсь с его мнением, что это все должно находиться в области постоянного, кропотливого исследования, должны выходить книги. Вы знаете, нам трудно оторваться от этого патернализма, от того, что всегда прав тот, кто наверху. И всегда, ну не всегда, я надеюсь, но довольно долгое время, героем для многих будет Иван Грозный, а не Филипп Колычев. Казалось бы, человек, который возвысил голос, голос совести против злодеяний этого ужасного тирана, по любым человеческим меркам, по церковным, по каким угодно, он герой. Нет. Но масса людей уверены, что Иван Грозный великий, как говорил товарищ Сталин, да, его заслуга в том, что он семь боярских родов, что полная совершенно чушь, да, и он, значит, вот сохранил единство государства. Это наследие нашей истории, наследие нашего государства. И вот с этим, с этим общество должно бороться. Не согласиться. В то же время, как вы знаете, в Англии правила Елизавета Первая. И в то же время в Англии происходили массовые казни, в том числе в одно и то же время с Иваном Грозным. Но ведь Елизавета Первая, да, то есть Елизавета Великая, английская, она на этом понтоне, английском понтоне, от этого тоже куда не денется. Знаете, я думаю, что об Иване Грозном стоит поговорить отдельно. У меня отец был историком, профессором МГУ. Я после его смерти разбирал его бумаги и в дневниках нашел такую фразу. У меня там много были дневников личных. Фраза звучит прямо так. Больше всего своей историей гордятся те, кто хуже всего ее знают. Это ты про англичан? Да. Спасибо огромное за этот разговор. Я думаю, что и государство играет свою роль, но и общество. А что такое общество? Это как минимум люди, которым не все равно, что было. И на самом деле это очень важно, потому что если государству не мешать, оно слопает все, оно так устроено. А если государство убрать, то все распадется, потому что без обруча бочка разваливается. Но этот пантеон все равно сверху не будет спущен до тех пор, пока мы сами между собой не договоримся, кого и на каких основаниях мы считаем своими героями. Это вопрос о ценностях. Этот вопрос вы, Сергей, подняли. Какие ценности для нас ключевые, от этого напрямую зависят. Каким героям мы будем радоваться. Спасибо вам большое за этот разговор. Увидимся в следующей неделе на канале Культура. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!